Всем привет! Как всегда, спасибо вам за то, что вы здесь, за то, что вы там, за то, что я тут, за то, что мы рядом с вами находимся, слушаем и обсуждаем замечательную музыку, записанную в 20-21 веках. Собственно, всё, что я хотел сказать. Конечно, спасибо за то, что материально поддерживаете канал, за то, что пишите комментарии, я их читаю с удовольствием, не всегда успеваю отвечать, но уж извините, пожалуйста. Я вспомнил замечательную пластинку, вот эту, Stranglers, первый альбом The Stranglers, то есть первый релиз, первый альбом Ratus Norwegicus, 1977 год, очень хорошая, очень удачная пластинка. Многие называют группу The Stranglers панком, но это, конечно, не так, никакой это не панк, то, что они играли в одних клубах на одних сценах с английскими панками, это просто они играли в одних и тех же клубах на одних и тех же сценах с панк-группами, но музыка их была настолько непривычная, настолько не похожа на традиционный хард-рок, который уже дуба давал к 1977 году, и настолько они были злы в музыке своей, своей подаче, своей агрессии музыкальной, что их просто приписали к панкам, да и всё. Хотя мужики уже были достаточно взрослый, правда, Жан-Жак Бернель, ему было 25 всего лет на момент записи этого альбома, это басист, вокалист, композитор, профессиональный гитарист с хорошим музыкальным образованием, а также человек, окончивший университет, и я не помню по какой специальности, ну, в общем, серьёзный человек, 25 лет. А Джеку Блэку, организатору и основателю группы The Stranglers было уже под 40, так что вполне взрослые, серьёзные такие мужчины. Но я не об этом хотел сказать, уже пара роликов про Stranglers у меня есть в плейлистах, посмотрите, если интересно. Я хотел сказать о том, что существуют некие списки, их много, да лучшие гитаристы, лучшие бас-гитаристы там лучшие, то, лучше и сё, лучшие риффы рок-музыки. И там, конечно, Satisfaction, Smoke on the Water и всё-всё-всё лучшие риффы. По странному стечению обстоятельств в этих списках нет риффа, на котором основана песня Pitches. Первая на второй стороне здесь. Вот это рифф, всем риффом рифф. Это и Sunshine of Your Love, там можно поставить рядом любой классический рифф тяжёлого рока. И вот этот самый рифф Pitches, он такой просто, мама дорогая, на нём вся эта история прогулки по пляжу и любование женскими телами держится. Весьма ироничная и злая, но это просто вот классика, классика рока. Собственно говоря, все пластинки, которые я показываю в своих роликах, это классика рока. Не будем спорить, не будем спорить, не надо. И вот эта самая Pitches, конечно, это хит, безусловный, по продаже мысли, по популярности, по востребованности, по всему, но злоба дня, что называется. И так там поют. Как бы основа вроде бы регги, но не регги. Как сказано в одном фильме, по замашкам вроде фраер, но не фраер, это точно. Я уже приводил эту стату, люблю её просто. Но это такая злоба, это такая гитара, это такие клавиши. Дэйв Гринфилд, клавишник, взрослый дяденька, в принципе он гитарист, классический гитарист, очень хороший гитарист с 10-летней карьерой в музыке до момента прихода в Death Stranglers, но переквалифицировался на клавиши и переквалифицировался столь успешно, что можно его поставить в один ряд с известными всем нам любимыми многими рок-музыкантами, играющими на электронных музыкальных инструментах. Не буду приводить фамилии. Он такого здесь наворотил и в песне Pitches, и на всём альбоме, что слушать одно наслаждение. И когда начинается пластинка с песни Sometimes, играет органчика в одном канале одно, в другом канале другое, всыпает гитара, бас, барабаны, как положено, и начинается просто полное безумие, злобный вокал совершенно. Как и большинство песен на этом альбоме, песня посвящена женщине, с которой Жан-Жак Берналь расстался. И ничего хорошего об этой женщине он сказать не может. И вся песня Sometimes, она начинается так, как не начинается, в принципе, альбом. То есть по тому, что я слышал, по тому количеству пластинок и песен, которые я слышал к данному моменту, к своему возрасту, я бы эту песню поставил во второй на альбоме. По началу. Потому что начало альбома все-таки... Такая музыка повествовательная довольно. Тревожная, злобная, но повествовательная. Не бьет. Она как будто пластинка начинается с середины. Вот ставишь иглу на пластинку, первая песня, как будто она вторая уже, как будто уже мы находимся в середине процесса. В этом есть определенный кайф, потому что получается, что эта пластинка без начала, без конца. Мы сразу врубаемся в непрерывный процесс музицирования. Это очень здорово, на самом деле. Вторая песня, Goodbye, Toulouse. Как я вычитал? Это текст основан на предсказаниях Нострадамуса о гибели города Тулуза. Очень раздерганная, очень сложная музыкальная песня. Хотя, как бы, вот все говорят, панк-рок, панк-рок, стрэнглерс, панк-рок, да, ду-ду-ду, злобная гитара. Начинаешь слушать столько, столько таких музыкальных чудес. Я серьезно говорю, совершенно. Настолько интересно, настолько неожиданные повороты, настолько странные тембры. Такая работа. Ревущий бас Жанна Жака Бюрнелли. Фирменная фишка Destenglers. И орган Гринфилда, конечно. Кто-то сравнивает это даже с группой Doors. Группу Stranglers. The Stranglers, The Doors. Может быть из-за того, что, конечно, везде играет орган. И на органе очень много здесь чего лежит. Не так, как в Deep Purple совершенно. Потому что хард-рок мы забыли. После этой пластинки мы забыли вообще о существовании хард-рока. Это уже стало неинтересно. Потому что хард-рок ушел куда-то в Поднебесье. Ушел на большие площадки, на стадионы. Музыканты накупили себе лимузинов, частных самолетов. И стали небожителями, недоступными для простых нас с вами. А вот эти парни, это такое ощущение, что это люди, которые играют в клубе прямо перед нами, для нас на сцене. И они такие же жители нашего города. Или не нашего города. Или не Петербурга, не Москвы, а Лондона. Какая разница, собственно говоря. Такие же парни, которые приходят в клуб, играют, уходят. Мы с ними пьем пиво вместе. И прекрасно проводим время. Это жизнь. Это музыка жизни. Музыка о том, что происходит вокруг нас. Общение, знакомство, женщины, встречи, расставания. Политика, которая все равно вокруг нас где-то колбасится к несчастью. Ну и прочее, прочее. Лондон леди. Еще одна песня про женщину, с которой расстался Жан-Жак Бернель. Это музыкальная журналистка, не помню, как ее фамилия лондонская. Песня очень интересная, очень смешная. Она жесткая, грубая, агрессивная. Чуть не сказал грязная, она не грязная. Сыграно идеально, все великолепно. Очень сложно, с чудесными тембрами, с безумными, безумный проигрыш на бас-гитаре. Там один такт. Кстати, в первой песне Sun Times там интересное гитарное соло. Такое гамма вниз играется. Оно очень простое, но так пробивает, так проникает. Вообще, я говорю, очень-очень сильные, образованные, хорошие музыканты, которые из простоты умудряются делать... Точнее, не из простоты, а из... Играют сложные вещи, которые кажутся очень простыми. И вот эта гамма вниз, с одной нотой, потом нотой ниже, потом нотой ниже, потом еще нотой ниже, потом выше. Все просто, но гениально совершенно. И в песне London Lady там и барабанный кусочек, и басовый вот этот идиотский совершенно проигрыш, и дикое соло на клавишных, и хоровое, коротенькие хоровые вставочки всех музыкантов. Вообще, с бэк-вокалами тут прелестная работа, просто прелестная. Злобная, самый злобный бэк-вокал в мире, наверное. Причем, бэк-вокал – такое трехголосие такое. А иногда и многоголосие, когда из разных колонок начинается дикий хор. Причем не хор, там не а-а-а там поет, А-а-а. Так и ва... Очень-очень круто! Princess of the Streets. Еще одна песня про женщину. Странная блюзовая основа. с гитарным соло, которое отдаленно по структуре напоминает гитарное соло группы Big Brother and the Holding Company с Дженнис Джомплин, когда они играли Summertime. Абсолютно дебильное соло в Big Brother and the Holding Company. Как бы мелодия Summertime играется, но так плохо, так грубо и ужасно, что делается смешно просто. И вот в этой самой Princess of the Streets, видимо, какая-то пародия на соло из Big Brother and the Holding Company. Я не знаю, так это или не так, может быть, это получилось случайно, но это дико смешно. Такое издевательство над классическим роком. Я бы сказал, Handin' Around. После Pitches это, наверное, вторая лучшая песня с альбома. Это просто убойная, героическая, красивая, роковая, драйвовая песня с клавишами, со всеми делами. Про то, что люди вообще вокруг нас находящиеся все тусуются просто. Просто приходят в клубы и болтаются там, и ни черта не делают. И в конце доходит до того, что Иисус Христос тоже вот спустился и просто тусуется здесь между нами. Вместе с нами смотрят на нас и что-то такое. Да я просто здесь так болтаюсь. Handin' Around. Очень круто. Get a grip on yourself. Рок тяжелый, быстрый, жесткий, бодрый, но по сути в своей печальной. О трудной судьбе рок-музыканта, который поет, что я и клянчил, я и воровал, и вообще много чего нехорошего совершал. Но самое мое большое преступление – это игра в рок-группе. Агле я пропущу, просто мне эта песня не нравится. Вот Down in the sewer. Восьмиминутное полотно, издевательское. Опускание всех вокруг людей, которые играют панк-рок. Все в канализацию, все крысы, все на помойку и все туда. Хотя сами вроде бы как бы на той же сцене, с теми же людьми, и сами вроде бы такие же, но и сами тоже в канализацию. Потому что, ну что, куда еще, куда деваться нормальному рок-музыканту. Только на клубную сцену, в канализацию, потом почиститься обратно на сцену. Вот так вот. Очень здорово. Но музыка высшего класса. Просто высшего класса. И одна из мощнейших пластинок, наверное, всех 70-х годов. Если брать все 70-е, одна из... Я не говорю, что лучшая, да? Я говорю, что одна из ключевых, лучших и ярких пластинок 70-х годов. Достоин Грибс, 1977, Ратус Норвегикус. Запомните эти лица, эти имена. Это настоящий... Это настоящая музыка, это настоящее искусство, которое идет от души. Оно осмысленно. Оно не просто так, чтобы заработать бабла. А оно... Это жизнь. Это вот жизнь этих людей. И жизнь не просто этих людей, а жизнь наша с вами. Она вот здесь. Вся наша жизнь, она вот тут находится. Не вся, но часть нашей жизни, скажем так, да? Вот за это я пойду и буду сейчас пить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok